МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона расскажем прямо сейчас. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Наталья Лопатина. Смотрите сегодня. Два жителя Самарской области выиграли квартиру и автомобиль. Названы победители второго этапа викторины «Вакцинация – это жизнь». Кто они? Расскажем через несколько минут. Викторины – это благодарность тем людям, которые делали прививку еще в прошлом году. Тем отличается наша область от других территорий Российской Федерации по сегодняшний день. Без дефицита на заседание Думы принят бюджет Тольятти на 2022 год. Какие изменения были внесены в главный документ города? После резкого понижения температуры на улицах города образовался настоящий каток. Как в Тольятти, дорожные службы борются с гололедом. Новогодний набор подорожал. В какую сумму обойдутся мандарины, елка, игрушки и гирлянды? Доходы и расходы. Депутаты городской думы приняли бюджет Тольятти и обсудили задачи развития города на будущий год. Бюджет бездефицитный. Однако его параметры по сравнению с первым чтением изменились. Также стало известно, что на украшения города к Новому году будут выделены дополнительные средства. Все подробности у моей коллеги Елены Сафроновой. Основные дебаты по поводу бюджета на Новый финансовый год прошли на заседаниях Согласительной комиссии. Именно здесь еще раз была просмотрена каждая статья о финансировании. Итоги этой работы и нашли свое отражение в финальной версии документа. Главные параметры бюджета по сравнению с первым чтением несколько изменились. Доходы собственные изменились и в сторону увеличения на 91 миллион 334 тысячи рублей. Также были увеличены субсидии из вышестоящих бюджетов в общей сложности на 703,7 миллиона рублей. В целом расходы за счет всех источников бюджета по итогам работы Согласительной комиссии составили 10 миллиардов 686 миллионов рублей. Были учтены индексация заработной платы, рост минимального размера оплаты труда, сохранены меры социальной поддержки. Львиная доля средств предназначена именно в социальной сфере. Это школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. А также коммунальные, ремонт и содержание дорог, благоустройство внутриквартальных территорий. Глава города Николай Оренц поблагодарил депутатов за конструктивный диалог и совместную работу. В целом спасибо за понимание. Цели у нас с вами одни. И я думаю, мы в совместной с вами работе этих целей добьемся во благо интересов наших жителей. Спасибо вам большое за сотрудничество. В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития Тольятти на ближайший период. В оптимистичном варианте он предполагает, что экономика начнет активно восстанавливаться, а на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать на нее все меньшее влияние. Пока же депутаты отметили, финансирование некоторых вопросов в бюджете будущего года все же не учли. И к ним необходимо будет вернуться. Конечно, нас интересуют в первую очередь это молодые семьи, квартиры для детей, сирот. В этом плане, ну, где-то примерно средняя цифра бюджет включена и при малейшем появлении каких-то возможностей будет, соответственно, увеличиваться финансирование этих статей. Депутаты успели принять и поправки в бюджет текущего года. Необходимые средства будут выделены на украшение города к новогодним праздникам. Елена Сафронова, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти. Квартира, машина и 4 миллиона рублей. В Самарской области состоялся второй розыгрыш призов среди привившихся от ковида. Кто из жителей региона выиграл ценные подарки в этот раз, расскажем прямо сейчас. В прямом эфире паблика Самара. Инфо за викторийной вакцинацией. Эту жизнь следили тысячи глаз. Счастливчиков определяли с помощью электронного барабана за честностью и прозрачностю процедуры следили члены попечительского совета викторины и экспертной номерной комиссии. Участниками второго розыгрыша стали свыше 440 тысяч человек. В неделю делают вакцинацию 50-70 тысяч человек. Симулирует викторина вакцинации этой жизни, да. Но еще викторина – это благодарность тем людям, которые делали прививку еще в прошлом году. Это вот тем отличается наша область от других территорий Российской Федерации по сегодняшний день. В студию пригласили добровольцев, которые рассказали, как возросла на них нагрузка в пандемию. И человека, который самым первым в регионе сделал прививку от коронавируса еще в сентябре 2020 года. Наталья Викторовна возглавляет Самарскую больницу номер 4, теперь работающую как ковид-госпиталь. Я видела и вижу, как тяжело болеют пациенты, какие тяжелые и с какими тяжелыми осложнениями они поступают в стационар, какие крайне тяжелые они лежат в реанимации, и иногда, к сожалению, заканчивается заболевание летальным исходом. Поэтому я с нетерпением ждала, когда же в Самарскую область поступит у нас вакцина. И как только поступила первая партия вакцины, без столики сомнения я поехала прививаться. Наталья Николаевна призвала вакцинироваться всех, чтобы сохранить здоровье. Такой выбор в регионе сделали уже более полутора миллионов человек. Легче предупредить заболевание, чем потом его лечить. Поэтому вот наша с вами гражданская позиция, она должна заключаться сегодня в том, что мы должны совершенно ответственно подойти к своему здоровью, к здоровью своих окружающих, родственников, друзей. Что мы должны понимать, что единственный у нас с вами сейчас выход – это достичь коллективного иммунитета не менее 80%. По итогам второго розыгрыша викторийной вакцинации этой жизни обладательницы однокомнатной квартиры стала 22-летняя жительница Самары, студентка 4-го курса Самарского технического университета Юлия Федушкова. Очень рада, что выиграл такой молодой, красивый человек, девушка, молодой специалист. Счастья и удачи. Спасибо. Автомобиль выиграла также самарчанка Лидия Степанова. Скажите, пожалуйста, вы ожидали? Нет? У нас же не сюрприз. Удивились? Удивились очень. Еще тысячи жителей региона получили подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей. Результаты розыгрыша будут доступны на сайте карты жителей Самарской области по телефону горячей линии викторины. Пункты выдачи призов начнут работать уже с 10 декабря в Самаре и Тольятти, а с 14 декабря в других городах и районах губернии. Третий розыгрыш состоится уже 22 декабря. Игречман, новость о Тольятти. Ситуация с бродячими животными в Самарской области продолжает оставаться напряженной. На стае собак жители жалуются во многих городах и районах 63 региона. В Самарской области создан оперштаб, который займется вопросами безнадзорных животных. В состав оперативного штаба войдут представители департамента ветеринарий Самарской области районов и городов региона. Возглавит новую структуру заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина. В первую очередь в центре внимания штаба окажутся нештатные ситуации. О других заметных событиях далее в нашем коротком обзоре. Тольятти превратился в каток. О том, что будет гололед, еще с утра предупреждали службы МЧС. Весь день дорожные службы обрабатывали магистрали противогололедными материалами. В работе по устранению гололеда были задействованы и службы городского хозяйства. В общей сложности на улицах и внутри кварталов работали более 40 единиц техники и две сотни дворников. Со следующего года взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов будут увеличены. Такое решение приняло правительство Самарской области. Рост составит почти 10%. Новогодний набор подорожал на 19% за год. В него вошли искусственная елка, гирлянда, набор шаров, мишура, бутылка шампанского и мандарины. За это сейчас придется заплатить почти 5000 рублей. Быстро, доступно, без записи и очередей. Сделать прививку от коронавируса становится все проще. В культурном центре «Автоград» 11 и 12 декабря будут работать прививочные пункты. Привиться смогут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе иметь паспорт и СНИЛС. К другим темам. 9 декабря страна отметит День Героев Отечества. В рамках всероссийской акции «Расскажи о герое» представители Росгвардии Самарской области приняли участие в патриотических акциях. Встреча с настоящим героем прошла в одном из кадетских классов в Тольятти. С кем повезло встретиться школьникам? Все подробности прямо сейчас. Здравия желаем, товарищ Волшовник! Кадетам Росгвардейского 4-го А, носящего имя Героя России генерала-полковника Анатолия Романова, очень повезло. К ним в гости пришел Александр Стержантов. Герой России, бесстрашный воин-разведчик. И при этом очень скромный человек, жизненная креда которого великолепно характеризуют его же собственные слова. Не обязательно носить, чтобы быть герой, звездой героя. Главное быть нормальным, хорошим патриотом своей Родины. Приносить ей пользу, создать семью, заботиться о ней. В общем, жить как нормальные люди. За плечами Александра Стержантова целая страница истории Новой России. Контртеррористические операции на Северном Кавказе. Он успел повоевать и в первой чеченской кампании, где был ранен, и во второй. Апофеозом для Александра Линовича стал бою дагестанского села Чабан. Здесь в полной мере проявились его чутье разведчика, отчаянное мужество и командирская мудрость. Сейчас офицер, получивший за тот бой звание Героя России, передает эстафету воспитанникам 55-й школы Тольятти. Ну, что может человек ощущать, глядя на детей? Естественно, что радость. Радость, что жизнь продолжается. Класс именно кадетский Росгвардии. Наверняка же, встречаясь с нами, слушая учителя, встречаясь с другими, с командиром, они же тоже уроки здесь проводят. Кто-то из них пойдет по стопам военных, будет опять же служить. Кто-то в Росгвардии может служить. Будет стоять на страже законности. В ходе встречи кадетам рассказали о простых человеческих ценностях, честности, доброте, понимании и, разумеется, о любви к родине. Рассказ произвел на кадетов большое впечатление. Мне понравилось, как он рассказывает, кем он был, что он делал в этой жизни, сколько он прослужил, сколько... просто он сделал. Ярким примером патриота сам Александр Стержантов считает генерал Анатолий Романова, семьей которого они давно поддерживают теплые дружеские отношения. Кадеты пообещали свято хранить росгвардейские традиции, хорошо учиться, крепко дружить и помогать друг другу. Клянемся! 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 Тольяттинцы начинают подготовку к Новому году. И традиционно в помощь горожанам приходит выставка продажи Тольятти «Рождественский». Здесь все необходимое, чтобы сделать новогодний праздник незабываемым. В этом году мероприятие проходит в ДК Тольятти и с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Слово моей коллеги Елене Тумановой. Одежда, обувь, бьюти-товары, домашний текстиль, а также подарки, сувениры и продукты. На Рождественской выставке каждый найдет то, что ему необходимо, и даже больше. Но давайте все по порядку. Хочется порадовать себя новым теплым нарядом? Пожалуйста! Элегантные пуховики из суперсовременных материалов, шубки и курточки, зимние шапочки на любой вкус. Кстати, здесь можно подобрать как и стильный костюм для работы, так и модную сумочку к нему. Особой строкой отметим текстиль. Изделия экологически чистые, лен и хлопок – лучшее сочетание для сна. Эту продукцию в Тольятти можно приобрести только у нас на стенде. Нигде ее больше в городе нет. А теперь за подарками для родных и близких. Вот эти чудные салфетки с символом будущего года – отличный презент тем, кто ценит домашний уют. Ювелирные изделия и стильная бижутерия для изысканных дам. Косметика для ухода и товары для здоровья. Ломаете голову, что подарить коллегам? Не сомневайтесь – ароматный чай или сладкий набор. Продукция у меня очень хорошая. Есть новогодние упаковочки, сейчас к празднику. Работаю в городе Тольятти давно. Покупатели меня знают, любят мою продукцию. А к новогоднему столу для особых ценителей – дары тайги, целебные травы, грибы и ягоды. Очень полезная ягода – амурский бархат. Ягодка, которая обнижает сахар в крови, нормализует давление. И много в ней полезных веществ. Приходите, посетите нашу выставку. Более 60 участников из разных регионов России представили тольяттинцам свою продукцию. Благодаря цене и качеству товаров выставка традиционно пользуется большой популярностью. Приходите за подарками к Новому году для ваших родных и близких. Выставка «Тольятти Рождественский» проходит с 8 по 12 декабря в ДК «Тольятти». Бульвар Ленина 1 с 10 утра до 7 вечера. И о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь декабрь, чем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами была Наталья Лопатина. Всего самого доброго, хороших новостей и не болейте.